Более 500 человек ежегодно приходят в Центр занятости населения на ярмарку вакансий. И далеко не всегда посетители – это официально зарегистрированные безработные. Многие посещают ее для того, чтобы быть в курсе, какие специалисты требуются в той или иной сфере, улучшить существующие условия своего труда или попробовать себя в другой специальности. В этом году самые частые соискатели – это вчерашние студенты. Здесь непосредственно живое общение преобладает. Можно сразу разъяснить все какие-то моменты, нюансы. Несмотря на бурное развитие рекрутинговых сайтов в сети интернет, с каждым годом на ярмарку приходит все больше посетителей. По мнению директора Центра занятости Лидии Корнеевой, очная форма общения между работодателем и соискателем – это мощный инструмент для поиска работы. Это одна из возможностей, когда в контакт конкретно входит и работодатель, и работник, который может здесь узнать о ситуации на рынке труда. Традиционно на ярмарке преобладают вакансии рабочих специальностей, но есть работы и для поваров, и специалистов в сфере обслуживания, управления персоналом и других. Инженер-конструктор – это врачи различного профиля, и акушеры, и терапевты, и начальники определенных отделов. Официально в Сарове зарегистрировано около 200 безработных, но ежедневно работу ищут, рассылают резюме и ходят на собеседование около полутора тысяч граждан. И как нам рассказали соискатели, ярмарка вакансии – это отличная возможность побывать на нескольких собеседованиях сразу. Кирилл Васильев, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.